Это мышца, сопоставимая по значению с нашим сердцем. И на выдохе производим втягивание живота, и те места, где был застой, они начинают активно работать. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Сегодня мы поговорим о замечательном упражнении, которое в состоянии решить огромное количество проблем, прежде всего проблемы с внутренними органами. А мы с вами знаем, что если у нас есть проблемы с внутренними органами, живем мы хуже, меньше и неприятнее. И это замечательное упражнение, это упражнение вакуум. Дело в том, что один из главных процессов, сопровождающих нас каждый день, это наше дыхание. Когда мы вдыхаем, мы увеличиваем количество воздуха у нас внутри, в наших лёгких, а когда выдыхаем, то количество воздуха уменьшается. В силу того, что грудная клетка состоит из костей и хрящей, она жёсткая, в момент вдоха её объём увеличивается не очень значительно, а настоящий хороший вдох мы можем сделать за счёт того, что мы расслабляем мышцы брюшного пресса и напрягаем диафрагму. В огромном количестве случаев диафрагма у людей находится в состоянии жесточайшего напряжения. Это связано и со стрессами, это связано и с проблемами пищеварения, и с тем, что люди не позволяют себе выражать свои эмоции. Я без всякого сомнения утверждаю, что диафрагма – это главная мышца в вашем организме. Если диафрагма не работает нормально, то весь ваш организм будет работать через неправильное место. Вот, и таким образом вакуум – это упражнение, в результате которого мы делаем максимальный выдох, и для того, чтобы сделать его максимальным, мы втягиваем мышцы брюшного пресса и втягиваем кишечник. Прежде всего, конечно, мы это делаем за счёт напряжения прямой мышцы живота, которая располагается, идёт от лобковой кости до рёберных дуг и грудины. Вот она, прямая мышца живота. Кроме того, нам важно напрячь косую мускулатуру, и самое важное – нам необходимо напрячь поперечную мышцу живота. Вдобавок к этому нам надо расслабить диафрагму. Что произойдёт, если вы будете делать вакуум каждый день? Дело в том, что первое, что произойдёт – вы научитесь расслаблять диафрагму и напрягать мышцы брюшной стенки. Это приведёт к тому, что вы сможете нормально отпускать эмоции, потому что диафрагма – это место, которое скапливает огромное количество эмоций. Это чрезвычайно разрушительно для людей, я это вижу каждый день со своими клиентами. Кроме того, из-за того, что диафрагма начнёт работать, вы сможете улучшить состояние лимфатической системы, потому что диафрагма – это главная мышца, которая помогает нам распределять лимфу из самых отдалённых мест и очищать наш организм от вирусов, токсинов и всякой дряни. Кроме того, в тот момент, когда мы втягиваем живот, у нас происходит сдавливание органов брюшной полости, они имеют гладкую мускулатуру в своей основе, и таким образом сдавливание, а потом расслабление, будет приводить к тому, что органы брюшной полости начнут работать совершенно иначе. То есть большинство проблем нашей пищеварительной системы связано с тем, что какая-то часть кишечника спазмировалась, сквозь него не проходит перевариваемая пища, или какая-то часть органов утянута со своего положения, и нервы не доходят, не могут отправить сигнал, кровь не проходит в орган, лимфа не отходит от этих мест. И каждый раз, когда мы органы внутри сжимаем, а потом их распускаем, это приводит к тому, что мы выдавливаем продукты распада, смещаем органы с их ложного места, и на их место приходит свежая кровь, и органы становятся на свои места. Самое замечательное, что эта практика достаточно безопасна, и в тот момент, когда вы начнёте её применять, вы через некоторое время почувствуете улучшение самочувствия, у вас улучшится состояние брюшной стенки, у вас улучшится состояние поясницы, у вас улучшится состояние нижних конечностей, потому что кровь, которая застаивается при подъёме из ног в кишечнике, спазмы кишечника, эта кровь начнёт свободно подниматься, и это поможет вам и с целлюлитами, это поможет вам и с сосудистой сеточкой, и с варикозом, и вообще с избыточным весом по ногам. Результат – холодные ноги могут стать тёплыми, и почти всегда это происходит. Кроме того, чрезвычайно позитивные эффекты на динекологию и на уралодию, матка, простата, яичники – всё это обожает упражнение «Вакуум». Это приведёт к существенному улучшению самочувствия, вплоть до того, что, например, месячные перестанут быть болезненными. И вообще, надо сказать, что каждый раз, когда вы делаете какое-то простое упражнение на диафрагму, на мышцы брюшной стенки, это приводит к общему улучшению всего организма, потому что люди называют диафрагму вторым сердцем. Это мышца, сопоставимая по значению с нашим сердцем. Ну что ж, а как же, собственно говоря, делать «Вакуум»? Штука здесь в том, что в тот момент, когда мы начинаем сжимать тишечник, существуют некоторые риски. Эти риски следующие. Во-первых, из-за того, что тишечник, как правило, находится в напряжённом состоянии, там существуют зоны застоя и воспаления. Поэтому мы начинаем делать «Вакуум» крайне осторожно. В тот момент, когда мы сразу и быстро идём в это упражнение, существуют значительные риски того, что у нас застойная лимфа, где-то есть места воспаления, микроорганизмы начнут активно распространяться по нашему телу. Это может привести к неприятным ощущениям, к обострениям застарелых процессов. Поэтому вначале мы выполняем упражнение «Вакуум» с крайней осторожностью. Хороший вариант, если вы делаете его на первых порах, не каждый день, например, раз в три дня, причём до того уровня, который вызывает неприятные ощущения, лишь знакомитесь с этим упражнением. Вторая очень важная история связана с тем, что у нас, в силу того, что есть много воспалений по брюшной полости, там возникают постоянно спаечные процессы. Тело думает, ага, у меня там воспаление, наверное, рано, и начинает всё сращивать друг с другом. И вот, когда мы начинаем делать «Вакуум», у нас спаечный процесс начинается его излечение. Спайти начинают рассоединяться, но если мы это будем делать слишком энергично, это может привести к обратному процессу, к увеличению воспаления после того, как мы эти спайти рассоединили. Так что, опять же, будем крайне аккуратны. Вы знаете, что философия нашей школы является применением практик в повседневной жизни, сделать это просто и естественно. И вот я делаю вакуумы своей жизни, когда чищу зубы, помимо прочего. Я остановлюсь, наклоняюсь. Вначале я рекомендую вам упереться в раковину или куда это удобно. Нам необходимо будет напрячь прямую мышцу живота. Упираемся, делаем вдох свободный, глубокий вдох. А потом на выдохе. Очень сейчас хорошая была ошибка. Не делаем выдох через трубочку. Наоборот, как будто дуем на зеркальце через расслабленное, пустое горло. И на выдохе производим втягивание живота. Важный момент – подтянуть еще тазовое дно. Одновременно тоже заметно улучшает. Делаем задержку секунды на три и медленно-медленно расслабляем животик. Некоторые рекомендуют прямо резко расслаблять, но мне не нравится, потому что это может травмировать кишечник. Итак, если вы будете делать, например, три подхода для начала, по три секунды, это уже через некоторое время довольно быстро даст вам хороший результат. Вы вдруг обнаружите, что живот перестал вываливаться, например. Не надо его втягивать, потому что мы тонизируем мышцы. Итак, давайте еще раз вместе. Делаем вдох, выдох. На выдохе втягиваем живот. И очень важно, чтобы ваше горло вот здесь было пустое, чтобы, сдавливая живот, как меха выдавливался воздух. Неправильная история, когда вы не можете ничего сказать. Это означает, что у вас полностью вышел воздух из легких. Для начала я вам рекомендую держаться. Можно опереться на коленке. Вот таким вот образом опираемся на коленочке. Подзадебаем колени. Поясница прямая. И выдыхаем. И вот чувствуете, когда вот таким вот образом тянете себя руками вверх в этом месте, происходит еще большее натяжение. Будьте внимательны, если есть неприятные ощущения внизу живота или где-то в животике, это означает, что вам пока туда рановато двигаться. Двигаемся не спеша. Итак, первая фаза, когда мы наклонены. Прикольным усилением для людей, которые хотят двигаться дальше, наклонитесь вниз, совсем наклонитесь вниз, голову вывести, и сделайте тот же самый вакуум, подтягивание живота. Это прекрасно поднимает низ тишечника и работает со спаечным процессом. Вот давайте вот здесь вот выдохнули. Дыхание как бы сдавливается, выдавливается из легких, и это позволяет хорошо выдохнуть и втянуть животик. Тяжеловато. Вот, значит, не надо. Если тяжело, не надо двигаться дальше. Следующая история. Когда вы, например, делаете упражнение сидя, садимся вот здесь вот, да, садимся на кушетку, как следует садимся, можно упереться руками, и опять же делать вот это упражнение. Самое прекрасное про вакуум, это то, что... Вы продолжаете делать, моя золотая. Самое прекрасное в вакууме, это то, что вы можете делать его, например, на своем рабочем месте. Рекомендовано, конечно, делать упражнение натощак с утра. Оно очень сильно тонизирует. Чувствуете, как прямо все стало ярче вокруг, да? Это связано с тем, что диафрагма и напряжение мышц брюшного пресса, оно прямо интенсифицирует движение лимфы по всему организму. И те места, где был застой, они начинают активно работать. Вот. Идеальный вариант, когда вы уже опытный человек, это когда вы делаете это стоя. Вот я втянулся. И вот у меня закончился воздух. И это говорит о том, что у меня хорошо поднимается тишечник. Вот. Эту практику я вам рекомендую по возможности ввести в свою жизнь на регулярную основу. Если вы будете делать хотя бы по минутке вакуум в день, вы проживете лет на 10 дольше. Это абсолютно чудодейственное упражнение. Оно потому так широко не распространено, потому что кажется, ну как такое простое упражнение может быть настолько эффективным. Это действительно очень эффективное упражнение, которое воздействует на физиологию, на биохимию, на психоэмоциональное состояние и улучшает вашу внешность. Так что напишите в комментариях, насколько вам понятны наши объяснения. Я надеюсь, что вы напишите, что вы попробовали, что вам понравилось, и у вас есть какие-то конкретные вопросы. И мы вместе с вами начнем двигаться, приводя свой тишечник, свой животик, свое здоровье в лучшее состояние вместе с нашим замечательным сообществом школы векторного массажа и соматити, с нашими замечательными программами по образованию. У нас есть программы по диагностике, у нас есть программы по самолечению. Обязательно загляните в описание, посмотрите, что там есть и возьмите свое здоровье в своей руке, будьте хозяевом своего счастья, своей жизни и своего богатства. А с вами был Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. До новых встреч, друзья. До свидания. Я не знаю, как правильно это называется, но я видела, что делают вакуум мышцами. Но здесь история, что мы можем напрягать еще косую мускулатуру и отдельно напрягать прямую мускулатуру с разных сторон. Здесь можно делать акцент на давление одной рукой. Давайте прямо сейчас это сделаем. То есть сделать перекос в одну сторону. Мы здесь напрягаем прямую мышцу живота, и с одной стороны оно сдвигает кишечник в эту сторону. То есть вот эти вот вещи, они вам... То есть надо напрягать одну мышцу, и потом напрягать правую мышцу... Да, с одной стороны. И это будет сдвигать кишечник то в одну, то в другую сторону. А можно по диагонали. Ну а какая-то определенная техника этому есть? Ну есть протоколы, скрипты, конечно. Чтобы изучить эти скрипты, переходите в описании. У нас там есть чек-лист, как это сделать.